Пришло время обещанной серии, где мы рассмотрим все недостатки популярных уже около 40 лет акустических систем радиотехника S30 и ознакомим с перечнем необходимых работ, которые предстоят в процессе их реставрации. А начнем мы с преимуществ, не только для того, чтобы не гневить участников одного известного форума, где S30 считают чуть ли не эталоном звучания, где несогласных с этим утверждением сразу же отправляют в бан, а желающих улучшить акустику всячески отговаривают, но еще и потому, что преимуществ у этих S намного меньше, чем недостатков. Несомненным плюсом радиотехника S30 являются их габариты. Системы с такими незначительными размерами уже вполне могут наполнить небольшое помещение музыкой. Вторым преимуществом является их цена. На сегодняшний день у них среди конкурентов только несколько советских моделей. Ни один из винтажных представителей и даже БУ мультимедийные системы, кроме пластмассовых, конкуренции им по этому показателю не составляют. Преимуществом также можно отнести популярность моделей. Поэтому у кого любимые агрегаты вышли из строя, то на барахолках можно легко найти комплектующие, а на просторах сети есть много тематических формов по их ремонту. На этих трех аспектах преимущества, пожалуй, и заканчиваются. Передняя и задняя стенка корпуса акустических систем выполнена из 11-мм фанеры, а боковые из ДСП толщиной 17 мм. Однозначно сказать, какой материал лучше, мы затрудняемся. Ведь теоретически фанера прессована из проклеенных листов шпона, а ДСП – из стружки. Соответственно, вибрацию должен меньше передавать тот материал, где будет меньше элементарная структура материала, а ДСП в этом случае имеет ряд преимуществ. Но это теоретически. Если же с современной ДСП плиты снять несколько миллиметров, то мы увидим что-то вроде ОСБ плиты, хотя с советским материалом мы таких экспериментов не проводили. Принимая во внимание вышесказанное, теперь будет легко узнать специализацию мастера, который изготовил корпус. Если он выполнен из доски, то его создателем был плотник или столер. Если в корпусе много навинченных саморезов, конфирматов, то его сделал мебельщик. А вот преимущества материала МДФ вы уже можете оценить сами. Среди корпусов плохо проклеенные нам не встречался, а вот плохо промазанные герметиком такие можно встретить. Одним словом, оригинального корпуса вполне достаточно для мощности 10 Вт. Хотя усилить переднюю и заднюю стенки, промазать стыки панелей герметиком или столярным клеем в тех местах, где работники задремали, будет не лишним. Во многих статьях или видео для улучшения данных ОС можно встретить, как штатную проводку заменяют на силовые провода от сварочного аппарата или провода производства Ванденхал. Но перед тем, как проводить такую процедуру, рекомендуем ознакомиться с таким понятием, как плотность тока и условиями выбора сечения проводника. А вот о явлении вытеснения электронов на поверхность проводника, его еще называют поверхностный или скин эффект, читать можно, но пока не обязательно. Фазоинвертор акустических систем выполнен из плотного поролона. До наших дней он часто превращается в подобие куска смолы. Почему выбран именно такой материал, мы уже все знаем. Но было ли это правильное решение на длительную перспективу? Это хороший вопрос. Поскольку в других моделях такого больше не встретишь, то ответ возникает сам собой. Мы уже отмечали, что при проектировании инженеры стараются минимизировать размеры фазоинвертора, а режим протекания воздуха в нем находится очень близко от переходного режима протекания между ламинарным и турбулентным. Поэтому те владельцы, которые слушают музыку с гипертрофированным басом или эксплуатируют агрегаты на мощности около 30 Вт, часто жалуются на свист с выходного порта. Существенным недостатком используемого NCH-динамика являются его подвесные контакты. Их еще называют косички – гибкие контакты, которые часто переламываются сразу у прижимной клипсы. 90% этих басовичков, которые прошли через наши руки, были именно с такой поломкой. Теперь перейдем к самому главному – это характеристики звучания. Низкая или даже уместным будет сказать мизерная характеристическая чувствительность делает сразу непригодной данные системы для прослушивания музыки, разве что в фоновом режиме. С такой чувствительностью они годятся для озвучивания гаража, мастерской, компьютерного рабочего места, могут выступать в качестве альтернативы штатной телевизионной акустике. В предыдущей серии мы уже ознакомились с графиком АЧХ, который фактически определяет характер звучания системы. Присущей особенностью используемых динамиков является то, что NCH-SCH-динамик играть выше 5 кГц уже не может, АВЧ-драйвер еще толком не способен, поэтому в области 5 кГц довольно заметный провал. А горб в области 3,5 кГц и вышеупомянутый провал в области 5 кГц образуют большую неравномерность на коротком интервале. Заметим, что восьмиомная версия басового динамика имеет несколько меньший пик в области 3,5 кГц. Поскольку пики на АЧХ воспринимаются на слух значительно острее, чем провалы, то инженеры, чтобы замаскировать недостаток NCH-динамика, свели уровень громкости ВЧ-головки по уровню даже выше пика на частоте 3,5 кГц. Хотя, возможно, это кто-то заменил положение аттенюатора, но в AS30B уровень ВЧ тоже выше. Поэтому понятно, что с тональным балансом в S30 серьезные проблемы. И это обусловлено в основном неудачной чашеобразной формой диффузора басового динамика, которая формирует на АЧХ две характерные полки и обославливает недостаточную верхнюю границу воспроизведения для правильной работы используемой ВЧ-головки с АЧХ в форме горба. Стоит заметить, что для ВЧ-драйвера с синтетическим куполом этот горб имеет более растянутую форму. В данной серии мы попытаемся отремонтировать агрегаты с незначительными, но необходимыми изменениями. NCH-динамики уже подвергались ремонт, поскольку подвесные контакты пытались заменить на то, что было под рукой. С целью устранения позвякивания клипсы после неквалифицированной работы их проклеили поверх бумажкой с использованием нерастворимого клея. Такой ремонт можно назвать «мы» за любой колхоз, лишь бы работало. Понятно, что без специального гибкого провода работать такой колхоз долго не будет. Разбираем динамики для замены подвесных контактов и осмотра катушек. Одна из катушек намотана с пропусками, но поскольку их там немного, то можно было бы оставить этот изъян без внимания, если бы не отслоение каркаса от обмотки. Учитывая то, что следов теплового перегрева нет, как на проводе, так и на каркасе, поэтому это было обусловлено плохим промазыванием клеем каркаса перед намоткой. Катушку придется перемотать. Если вы думаете, что мы умышленно подбираем дефектные изделия, то ошибаетесь. Так, например, для следующей серии мы разобрали три нерабочие 10ГД-34, и в двух катушках был такой же недостаток. Основными причинами такого низкого качества являются большая доля ручного труда и низкая культура производства. А вот почему нам понадобилось разбирать целых три динамика, сможете узнать уже в следующей серии. Центрирующие шайбы залили нерастворимым клеем, а так как работы проводились на неразобранном динамике, то это все выполнено очень неаккуратно. При попытке снять клей с шайб, они частично потеряли форму, поэтому мы их заменим. Новые шайбы оказались довольно жесткие, что приведет к высокой частоте резонанса, а чтобы резонанс несколько уменьшился, то просверлим на ней много маленьких концентрических отверстий. Вот где не жалели клей, так это на стадии вклеивания подвижки. Такое впечатление, что корзину прямо погружали в емкость с клеем. Корзины очищаем от старого клея, полируем и собираем все на свои места. Поскольку катушка динамика не вентилируемая, то с целью уменьшения компрессии в подколпачковом пространстве на пылезащитный колпак приклеиваем вату. В схеме индикации перегрузки разделительных фильтров заменяем электролитические конденсаторы, а на одном из них перепаиваем проводники, ведь вследствие значительного окисления контактов провода буквально отпадали после легкого прикосновения. Заметим, что на пластмассовой крышке этого фильтра были капли припоя, а пайка выполнена с обильным его нанесением, и ее наверняка выполнял студент или практикант. Возможно, сильное окисление контактов было обусловлено именно из-за несоблюдения технологии пайки. Теперь нам нужно заменить трухлявые резонаторы, но поскольку довольно часто можно встретить в отзывах жалобы на посвистывание, то увеличим их внутренний диаметр. Так как динамик, корпус и труба образуют так называемую акустическую систему, а системой называют совокупность элементов, которые вместе создают новую функцию, то частота настройки резонатора будет зависеть от параметров динамика, поэтому необходимо провести их измерение. Понятно, что новой функцией для домашних агрегатов должно быть расширение НЧ-диапазона при максимально возможной линейной АЧХ. Настройки резонатора на 50 Гц удовлетворит это требование. Труба с внутренним диаметром 40 мм без поворота не разместится в корпусе, поэтому вырезаем полоски с вспененного полиэтилена толщиной 2 мм и вклеиваем их внутрь. Это уменьшит диаметр и позволит сохранить оригинальный инженерный замысел в отношении демпфирования резонатора. По иронии судьбы, на второй день после вклеивания трубы попалась картонная труба с внутренним диаметром 36 мм и встретилась информация о том, что такой полиэтилен имеет свойство ссыхаться. Хотя, возможно, это связано с плохим снятием внутренних напряжений материала на конкретном производстве. Одним словом, время покажет, было ли такое решение правильным. Снимаем зависимость импеданса от частоты для проверки правильности частоты настройки и видим, что она составила около 53 Гц, но это без передней панели, которая является частичным продолжением резонатора, еще и с расширенным входом. Прикрученная передняя панель снижает частоту настройки до желаемых 50 Гц. На корпусе почти за 30 лет эксплуатации сильных сколов и сбитых углов не было, поэтому работа будет косметической. В процессе снятия лака в некоторых местах не удалось сохранить шпон, ведь он имел мизерную толщину, поэтому корпус грунтуем, красим и покрываем лаком. Одну переднюю панель заменим, ведь в области ВЧ-динамика заметна деформация от теплового перегрева. Панели и декоративные защитные сетки зачищаем и красим. Работа была бы неполной, если бы мы не попытались выровнять завышенный уровень высоких частот для изменения которого в фильтре предусмотрен подстроечный резистор номиналом 33 Ома. Но после перемещения ползунка из-за меры ВЧХ становится понятным, что заводская настройка является оптимальным решением между провалом в области 5,5 кГц и тональным балансом. В качестве усилителя возьмем автомобильный четырехканальный эквалайзер. В нем стоят довольно неплохие микросхемы HA13001, номинальной мощностью чуть больше 10 Вт в мостовом включении. Но одной не хватает, поэтому демонтируем еще одну и усилитель станет стерео. Также необходимо перепаять индикацию уровня входного сигнала с четырех на два канала и заменить керамические конденсаторы, которым не место в звуковой аппаратуре. Корпус покрасим и установим все необходимые разъемы. Понятно, что большое количество операционных усилителей дает весомый вклад в фоновый шум, но для систем с чувствительностью 84 дБ это будет незаметно. Самое главное, что усилитель имеет яркую и динамическую индикацию, которая должна понравиться юным меломанам. Уже через серию мы попробуем рассмотреть возможные варианты решения по улучшению звучания сегодняшних героев и представим свой вариант, нацеленный на получение максимального качества звучания с привязкой к данному корпусу и НЧ-динамику. Но сначала попробуем разобраться с самим басовиком, и это будет в следующей серии. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok